В Московской области неизвестные в ночь на 18 ноября уничтожили эшелон с топливом, причем это произошло в Новоагарево, Одинцовского района, в 30 километрах от резиденции Путина. В Тюмени партизаны на территории депо подожгли несколько тепловозов, или электровозов, вернее, не тепловозов, там пишут тепловозы, но на видео электровозы. В Тюмени там уже задержали 15-летние уроженцы Украины и двух еще таких же пареньков за якобы вот поджог вот этого электровоза. Я не знаю, как это комментировать, то есть их обвиняют в диверсии, якобы они дали признательные показания. Что я могу сказать вот тем, сейчас дети воюют уже против Путина, что я могу посоветовать? Ну, если даже вас действительно задержали за вот сожженный этот электровоз, а что нужно сказать? Ну, нужно придумать какую-то версию, что вы ненавидите электровозы, там тепловозы, ну вот что сожгли, вы ненавидите. Ну, вас в самом худшем случае отправят на психиатрическую экспертизу, который скажет, что вы вменяемы, и выпустят вас нахид. А будет гражданский, так сказать, гражданский иск к вашим родителям, и больше ничего. То есть, если вам не перепишут никакого терроризма, диверсии и прочее, да, то ответственность, 15 лет ответственности не будет никакой. За уничтожение имущества никакой ответственности не будет, гражданско-правовая, все. Поэтому такая ответственность может наступить в 16 лет, в 18 лет и так далее, в зависимости от статьи уголовного законодательства. В 15 лет ничего не будет. Только самое главное, не повесьте на себя хулиганство, да, и не повесьте на себя терроризм, да. Так, и все, все будет прекрасно. Но я понимаю, что они будут допрашивать, постоянно подводить к этому. Ну, интересно то, что 17 ноября задержали 15-летнюю школьника, который, якобы, готовил теракт на территории одной из воинских частей. Ульяновский 12-летнюю до этого задержали, который устроить пытался пожар на железной дороге. То есть дети активно, очень активно воюют против путинского режима. И так должно продолжаться, и это должно только усиливаться. То есть дети вообще все должны воевать против путинщины, потому что они воюют за свое будущее. Операция «Приимус» в Курске на Краснознаменной произошел пожар в деревообрабатывающем цеху. Ну, достаточно большой цех сгорел полностью, не дня без огня, так что все очень хорошо получается. А в Алгадонск, Ростовской области, сгорел инженерный центр завода «Атомаш». Подожгли его ночью. Он пытались там что-то тушить, ну, как-то так вот. В Алузск, Белгородская область, сам воспламенился и сгорел Кхирам военный госпиталь. Очень мало информации, кто там поджег, это очевидно. Каким образом этот госпиталь подожгли, какие жертвы, ничего нет. Никакой информации про этот город Валузск в Белгородской области. Поселок совхозной Свердловской области, Кхирам сгорела маслобойня огромная, 750 метров. То есть для совхозной маслобойни это очень большое предприятие с очень большой выработкой. Барнаул сам воспламенился склад продуктового магазина торгового центра «Арена». В Швадске и Рязанской области операция «Прометей» спалили хранилище с битумом, которое, я так понимаю, для дорожного хозяйства там держали. На стройплощадке рядом с Российской академией народного хозяйства был сильный пожар. Там, в общем-то, очень много пожарных работало, всех напугали. Дым на всю Москву. Интересно, что в Томске тоже покушались на учебные заведения, на территории автодорожного техникума что-то взорвалось, а потом начался сильный пожар. Но до Томска украинские беспилотники не долетят. Если бы это в Курске было, скажем, что это украинские беспилотники. А там явно что-то бабахнуло очень серьезно, и крыша загорелась. В общем, пожар нормальный. В Хакассии. Ну, сено жгут. Это прям стандартная ситуация. Площадь пожара полторы тысячи квадратов. Емельянский район Красноярского края. На ферме пожар 10 гектаров сгорело. Я не могу ничего комментировать, но там, я так понимаю, сгорело все. В Ногинске. Ну, здесь я могу прокомментировать, но не хочу, чтобы как бы никого не подставлять. В Ногинске якобы сбили какой-то БПЛА. На самом деле он выполнил, как я понимаю, задачу. И был ли это БПЛА, я не знаю. Ну, что там пожарный взрыв был страшный, это факт. Сам воспламенился, пишут, и херам сгорел отель. Вот Андрей тут пишет, что это предвидение моего Мальцева, да. Ну, предвидения нет. Помните, говорили мы о том, что скоро загорится очень большой отель. Загорелся тысяч квадратных метров. Сообщений о жертвах нет, желательно, чтобы, конечно, не было никаких жертв. Но мы видим, что гостиницы начали гореть не дуром. И в основном, наверное, это не партизанская работа, потому что у нас столько без жертв. Но видите, огромная масса пироманов, каких-то малоуправляемых людей и людей ожесточенных. Поэтому сейчас будет гореть все. Я думаю, что сейчас загорятся какие-то административные здания, полные народу, да. То есть какие-нибудь управления внутренних дел. Там такие пожары уже были. Я думаю, что сейчас управление ФСБ, управление внутренних дел и прочее сейчас начнут гореть пачками. Ну, потому что это очевидно, что сейчас это начнется. Да, если кто-то из работающих там меня слышит, вы меня понимаете. В Курске подожгли ларек с урмой. Там прям серьезный еще пожар. Там сгорел ларек. Также в Самаре сгорело здание на Пугачевской неэксплуатируемое. И спрашивают, ну, там явно поджег. Почему партизаны поджигают такие, вроде никому не нужные здания? Ну, потому что не без огня. Это раззадоривает очень здорово. На территории торгового центра, как он, Грин, да, Брянск. Возгорание было. Это строящийся торговый центр. Там сгорели подсобные помещения все и стройматериал. Тольятти. Какой-то странный там переполох. Я так понимаю, что это какое-то возгорание было в магните. В общем, там одни скорые. Каких-то людей в эти скорые заносили. Да что произошло, вообще непонятно. Надо больше информации. Напишите, если кто что знает. Потому что мы не в курсе, если честно. Вячеслав, как вы думаете, какова судьба Смаркандского тигра? Сломает ли его в местах лишения свободы? Знаете, мы отслеживаем ситуацию. Мы не можем вмешиваться по многим причинам. Потому что, ну, с одной стороны, адвоката ни один не пишется. Да? И мы знаем, что его никто не сломал. Так что мы знаем, что он очень достойный человек. И ведет себя очень достойно. Владимир Ленин створил революцию за 7 лет, не имея интернета и гаджет, поймея книгу «Первое молоко» со свечкой, когда вы створите революцию. Как так? Ну, вероятно, этот ролик пишет. Ну, какой-то не очень умный. Если вы говорите о Ленине, то нужно говорить, наверное, о начале, серьезном начале революционной борьбы с 1902 года. Ну, по крайней мере, не поздно точно. Поэтому до революции прошло, если вы понимаете, 15 лет, а не 7. Вот так. Я постараюсь сделать быстрее, чем за 15. Вот как раз за 7 мы постараемся сделать. Субтитры сделал DimaTorzok